Дональд Трамп снова идет на штурм Капитолия. Миллиардер заявил, что предпримет вторую попытку пойти на второй президентский срок. Главный аргумент у республиканцев без меня нет шансов. Не исключено, что остановить Трампа попытается действующий президент Джо Байден. В категории возраст этих соперников точно можно назвать тяжеловесами. На двоих им 156 лет. Шансы суперкандидатов оценил Роман Никифоров. Однажды они уже сражались, не щадили друг друга, крушили все вокруг. Словно Бэтмен против Супермена, Байден против Трампа. Она была для меня всем. Ты забрал ее у меня. Ее, то есть власть, Трамп и правда потерял, но сила осталась. И теперь в Америке анонсируют новое супергеройское кино. Ремейк. Просто супер для Трампа мало. Надо, чтобы супер-пупер. И вот было движение «Мага», «Сделаем Америку снова великой», стала «Магага». К величию добавляется еще и слава. Звучит, как заклинание. Чтобы сделать Америку снова великой и славной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Супер Трамп берет себе скиллы других персонажей. Полезному трюку научил Капитан Америка. Чем ответит Байден? Его сверхзадача сохранять хорошую физическую форму. Быть как Бэтмен? Ну, почти. А вот свой Бэтмобиль – Бистмобиль. Лимузин по прозвищу «Зверь» президенту водить не надо. Достаточно залезть и вылезти без происшествий. Кстати, прокачали этот броневик по заказу Трампа. Дно выдерживает подрыв мины, стекла, выстрел из магнума 44-го калибра. Может двигаться даже на спущенных шинах и сам огрызается. Распыляет слезоточивый газ, ставит дымовую завесу, подает ток на дверные ручки. Понятно, что Трамп хочет вернуть себе дорогую игрушку. Во время прошлой кампании Байден получает от Трампа его прозвище «Сонный Джо». Теперь, похоже, грезит наяву. Здоровается с человеком-невидимкой. Или замечает Халка. Правда, на самом деле это русский оператор Первого канала Юрий Шолмов. Я поражен бицепсами этого парня. Его бицепсы больше, чем мои голени. Взгляните, вот это парень. Надеюсь, мы с ним на одной стороне? Он русский. Мне все равно, кто он. Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками. Бюджеты предвыборных проектов даже Голливуду не снились. В двадцатом году команды Байдена и Трампа потратили в сумме под два миллиарда долларов. И все равно не факт, что нынешний блокбастер получится зрелищным. Супергерои поистрепались. Ситуация достаточно такая трагикомичная для обеих партий. Дело в том, что они хотели бы очень сильно избавиться от этих кандидатов, но сделать им это непросто. Байден, человек, который 60 лет рвался к власти, совершенно не собирается ее мирно отдавать. При этом у Байдена есть только один шанс. Это вот как раз баллотироваться против Трампа. Насколько популярен Байден среди своих, показывает этот эпизод. На приеме президент никого не интересует. Все внимание приковано к Бараку Обаме. Байден не выдерживает, теребит бывшего шефа за плечо, но тот слишком занят. Промежуточным выбором рейтинг одобрения президента падает до 40 процентов, но демократам удается сохранить за собой Сенат. А вот нижняя палата Конгресса переходит под контроль республиканцев, которые тут же начинают расследование, ведь Байден лишается защитного амулета. Доказательства ведут к тревожным вопросам. Является ли президент Байден риском для национальной безопасности, скомпрометирован ли иностранными правительствами? Знаете древнейшую ложь Америки, сенатор? Что власть не бывает преступной. Ну, Трампу к такому не привыкать. Его, например, обвиняли в организации атаки на Капитолий. Похожим образом и Супермена подставили. Добавим свежие обвинения в налоговых манипуляциях, сокрытии секретных документов, обыски в резиденции Трампа в Маралага. Все это криптонит, забирающий у Супер Трампа силы. А еще лучше выставить его безумным джокером, что посягает на сами основы гражданского общества и государства. США сегодня и правда напоминают мифический Готэм. Грабежи в магазинах средь бела дня. Уличное насилие. Недавно, например, хоронили двоих убитых копов. Бесконтрольная миграция. Вот очередной караван на экране тепловизора. У власти демократы, а виноват во всем Трамп. И у меня есть просьба к республиканцам и совет. Если вы примете мага, вы будете продолжать проигрывать. Вы потеряете больше. Ладно противники, но даже Майк Пенс, бывший при Трампе вице-президентом, сдает назад. Президент Трамп был не просто моим президентом, он был моим другом. Когда в коридорах Капитолии бушевали беспорядки, я считаю, что слова президента были безрассудными. И затем мистер Трамп сказал, вы уволены. Обожаю эту часть. Когда-то губернатор Флориды Рон де Сантис детей на Трампе воспитывал, но теперь хочет быть самостоятельной фигурой. Набрал политический вес, только что переизбрался с огромным отрывом от соперника 20%. Я думаю, что люди ценят, когда ты делаешь то, что обещаешь. Он может стать первым в истории латиноамериканским кандидатом в президенты, а значит и первым супергероем-латиносом. Во флоте дослужился до лейтенанта Командера. Но чем не лейтенант Америка, что может сразу и Трампа, и Байдена остановить? Он не генерал и слава богу, главный скилл Де Сантиса молодость 44 года. Опасен для американской элиты, что свою же молодежь невысоко ценят. Что мы еще знаем о категории 18-24? Они тупые. Именно поэтому мы помещаем их в общежитие. Тогда-то западная пресса смеялась над советским политбюро, где на момент смерти Брежнева средний возраст членов 70 лет, а сам генсек умер в 76. Но теперь на трибуне американского демократического мавзолея персонажи под 80 и за 80. Товарищи Байден, Пелоси, Файнстайн. Плюс молодежь. Товарищи Дурбен, Мюррей и Шумер. Да и Трампу в 24-м исполнится 78, как было Байдену при инаугурации. И если пара Байден-Трамп все-таки выйдет в финал, Америку ждет битва супергероев, которые смотрят прямо в вечность, в ремейке, который никто не ждет. Роман Никифоров, Мария Солопова, Кирилл Борисов и Кристина Сафронова. Программа «Вместе».